Богу, слава Иисусу Христу, нашему Спасителю Господу, братья и сестры, всех вас приветствую, благоставляю именем Господнем, именем Иисуса Христа. И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надвижало бы нам спастись. Вся слава нашему Спасителю Господу. И сегодняшним днем, сегодня 25 декабря всего 2017 года, так вот, сегодняшним днем, 25 декабря, миллионы и миллионы христиан, подавляющее большинство на планете, католиков, протестантов, православных большинство, вспоминают, отмечают, празднуют или вспоминают, по крайней мере, так или иначе, Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И именно этому событию я посвящаю очередное такое прямое включение, вот этот прямой эфир. Слава Богу, да. И, дамы и господа, братья и сестры, эти видео, я эфиры такие провожу на этом канале Ютуба, также на Фейсбук провожу, в других социальных сетях, но большей частью здесь, вот на этом канале. И стараюсь отвечать на вопросы, поэтому, если у вас есть вопросы, касательно ли этой темы или каких-то других тем, то не стесняйтесь, пишите. Лучше всего, наверное, даже писать на e-mail, на электронную почту. Под каждым видео есть контакты, адреса все, и есть электронная почта указана, поэтому вы можете на любой из этих адресов, лучше на международный, Alive, нижний прочерк, чёрч, собачка, hotmail.com, который, можете писать на него, или же на российский, на mail.ru, это тоже Alive Church, inbox.ru. Так вот, и я стараюсь проверять почту регулярно, и стараюсь отвечать на вопросы, и в том числе вот в таких видеообращениях. Некоторые темы я записываю отдельно на видео. Я планирую также с нашими священнослужителями проводить подобные такие встречи. Вот в нашей Киевской архиепископии мы проводили уже неоднократно такие встречи и с Владимиром Ризником, да, и епископ Кифа, и с отцом Алексеем Прошаком, это благочинный нашей Киевской епархии, с другими священнослужителями. Я уже пробовал время от времени записывать подобные такие видео. Я думаю, что вот уже в 2018 наступающем эту традицию продолжим и расширим, даст Бог. Слава Богу. Так вот, и темой этого включения прямого эфира является Рождество. И те из вас, что уже смотрели мои лекции, семинары на эту тему, или не совсем, может, на эту тему, но вообще на тему истории христианства, те, наверное, уже слышали не раз и не два из моих уст, что само Рождество, именно историческое Рождество, историческое рождение собственного, собственно, Иисуса Христа произошло гораздо раньше, чем это принято считать, на три с половиной года, будем так говорить, раньше. Это было в сентябре, по нашему летоисчислению, это был сентябрь, начало месяца Тешрей. Тешрей – это как раз месяц осенний, начало осенних праздников, библейских, иудейских праздников, которые частично исполнились, частично еще им предстоит исполниться. Это праздники, большей частью, устремленные в будущее, нежели в прошлое, в отличие от весенних и летних праздников библейских, таких как Пасха и Пятидесятница, Песох и Шевод. Так вот, и Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, хотя вспоминаются и православной церкви, и католической, и протестантскими церквями 25 декабря, ну, по старому или новому стилю, как бы здесь уже другой вопрос, то есть, если 25 декабря по старому стилю, по новому, это выходит 7 января. То есть, и в России, и в Украине, и в других странах бывшего Союза из-за железного занавеса в свое время бывшего в советские времена насчет православной церкви, здесь они стояли неким особняком от всех мировых процессов, охвативших в том числе и православное христианство. И на сегодняшний день фактически, ну, все, так или иначе, фактически все православные церкви мировые, канонические, неканонические, и второканонические, разные православные церкви мировые, большие, малые, все служат фактически по новому стилю, уже, значит, перешли на новый стиль, но кроме некоторых отдельных сект старостильников. Вот, но и у нас на территории бывшего безбожного атеистического Советского Союза из-за вот тогдашнего железного коммунистического занавеса церкви православные, православные церкви стояли особняком, будем договорить, и поэтому продолжается такое некоторое недоразумение в этих разных старых и новых стилях. Но и те, и другие старостильники, новостильники в христианстве так условно можно так как бы подразделить, имеют в виду 25 декабря. Зимнее солнцестояние, в общем-то, это время, когда в древности язычники праздновали рождение Бога Солнца, рождение Бога Митры, Бога Солнца, там разные другие божества, еще с незапамятных времен, ну, вернее, памятных, точнее, исторических для нас, Вавилония древних, Шумерова, Акада, потом Египет, Пальму первенство перехватил в этом нечестие, всевозможных солнечных божеств, Вала, Старты, Библия их тоже немного так вот упоминает, эти ложные божества, но древние язычники поклонялись таким образом, Солнцу, Богу Солнцу, поклонялись солнечным божествам, ну, и прочим весам, будем договорить, если положу руку на сердце, то все эти боги, так называемые, они, собственно, и не боги, это все падшие духи, которым поклонялись веды и неведы, этого чаще всего не зная, как и сейчас, как и в наши дни, большей частью люди, знаете ли, многое, что совершают на этой земле, даже не понимая, что они делают, ну, как бы, человек, ну, падшему человеку это очень свойственно, лишь очень немногие, на самом деле, люди, идущие впереди, где-то, они вот понимают, куда идут, вот, но большей частью, большей массой, что тогда, что и сейчас, подавляющее большинство культов, праздников, это лишь повод собраться, выпить, общаться с друзьями, там, значит, знакомыми, родственниками, значит, это чисто такое, житейское такое поклонение, не связанное ни с какими мистическими переживаниями, значит, и религиозными убеждениями, что в древности, допотопные, вернее, уже послепотопные, точнее, допотопные, так образно выражаясь, а, в общем-то, если по совести, то это послепотопного мира, нечестия, именно культ Семирамиды, этой с именом Фомузой на руках, это уже послепотопный мир и его нечестие, значит, которое частично в Библии описывается, но в исторических, многих писаниях об этом подробно рассказывается в еврейской энциклопедии и, в общем-то, в христианских энциклопедиях об этом подробно рассказывается также. Те из вас, что интересуются этой тематикой, могут сегодня век интернета, век информатики, без всякого труда можете посмотреть, почитать, значит, и если интересуетесь моими семинарами, лекциями, то можно старые лекции, семинары мои прослушать, просмотреть, а при желании, если у вас есть больше времени и больше желания узнать более подробно, то я рекомендую подключаться к таким прямым включениям, начиная с середины, получается, января месяца, до даже конца января месяца и начала февраля, уже начало февраля у нас как раз занятия в нашей киевской архиепископии, семинарские занятия возобновляются, как раз я их буду проводить, буду рассказывать отдельным блоком и о праздниках, об истории христианства, об истории Израиля и о многом, многие другие интересные темы. Так вот, дамы и господа, сегодня и по авиево череде высчитывая, и по многим другим историческим моментам, мы сегодня можем смело утверждать, а также и современные исследования астрономов подтверждают однозначно и исторических писаний многих, однозначно говорят нам о том, что Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа происходило, конечно же, не в нулевом году, не с нулевой отметины, как это принято считать большинством, а более чем три года до того. Именно в сентябре это было, в середине сентября, в начале как раз месяца Чешлея. Вот, и осенние праздники. Я думаю, многие из вас уже интересовались этой тематикой. Кто не интересовался или не слышал, то это в Библии описывается празднества такие, как, допустим, праздник Трубного Зова. Витаю с народжением Иисуса Христа и Гошиума Шеха. Божаем Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Благоставляю вас тоже. И всех братьев, сестер благоставляю. Конечно, многие очень христиане пишут, и я тоже отвечаю порой на вопросы христиан разных конфессий, не только православных христиан, вообще и кадовических христиан, и протестантских христиан, и неконфессиональных разных верующих. Я пишу, что, конечно же, в первую очередь мы говорим не о дате определенной, а о событии. Не дату, а события. Именно об этом я и хочу говорить, что действительно важно само событие, произошедшее 2000 лет тому назад. Рождество Христа, Его первое пришествие. И также это видео я заглавил еще также его, говоря о Его возвращении, о Его втором пришествии. Потому что и первое Его пришествие, и Его, как мы говорим, второе пришествие связано как раз с осенними праздниками, которые пророчески говорят об этом очень так вот, очень интересно. Очень так, извиняюсь, если что-то у меня зацепилось. Очень так своеобразно. Потому что праздник Трубного Зова, допустим, с одной стороны, ну вообще, он такой таинственный праздник, мы его называем библейский, это Йом Труа, праздник Трубного Зова. Но мы еще его в народе так называем Рош-Хашана, начало или голова года. Но вообще-то это праздник Трубного Зова. При Трублении, мы знаем, при Глазе Архангела, при Трубе Божьей Господь сойдет с неба, и мертвого Христе воскреснут прежний. Потом и мы при оставшейся пришествии Господней восхищены будем на облаках, встретившись Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем. Прекрасная картина открывается нам из Писаний будущего, но также и прошлое, также тесно связано первое пришествие с этим празднеством Трубного Зова. И праздник Дня Искупления, Судного Дня, как мы еще в русском его называем в переводе, хотя буквально это именно День Искупления. Не просто Судный День даже, а имеется в виду День Искупления нашего. Так вот, это да, Божаю, еще в цедень Був для нас не лошадатую остану мыслью. Аминь, аминь, да, благословение Татьяна, благословение вам Господне, чтобы действительно нам, это образ мышления, чтобы Христос действительно родился в наших сердцах. Брат Анатолий пишет, приветствую вас, брат Сергей, и вас тоже, брат Анатолий, приветствую, слава Богу. Сейчас я последний этот месяц я нерегулярно подключаюсь в таких прямых эфирах, но буду стараться уже, ну, по крайней мере, в январе месяце уже планирую уже опять сделать регулярно эти включения, подключения, по крайней мере, вот, пятница, суббота, воскресенье подключения такие делать. Слава Богу. Да, друзья, и о событиях и первого и второго пришествия Господнего как раз рассказывают праздники, осенние праздники, и это очень такое, знаете ли, как сказать, ну, пророческое такое действие, которое, извините, что такое, что-то попало мне здесь, вот, которое действительно указывает нам и на прошлое, и на будущее, слава Богу. Но вот, таким образом, самое главное, конечно, я это тоже подчеркиваю, что самое главное, чтобы Христос родился в наших сердцах, и в нашем сердце Он жил, в нашем естестве, и чтобы Он царствовал в нас, как Господь всего. Слава Богу. Ну, а историческое Рождество, я снова к этому возвращаюсь, как говорится, паки и паки, снова и снова возвращаюсь, потому, что историческое Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа произошло в середине сентября, за три с половиной года, чем до того, как это принято считать, значит, а уже по церковной традиции, католической, православной, протестантской, празднуется 25 декабря, по старому или по новому стилю. Значит, и, конечно, нам, как верующим людям, да, вот здесь, благоставлен вашим проповедями, да, слава Богу, брат Анатолий, да, очень рад тому, что Господь употребляет в служении ему и дает возможность нести Слово Господне всем людям, людям разных религий, разных конфессий, и неверующим, всем и верующим, всем. Слава Богу. И обращаясь ко всем людям, я всегда говорю, должно, в первую очередь, родиться свыше. Должно родиться свыше и действительно принять дар Божий, жизнь вечную во Христе Иисусе, потому что, когда Иисус родился, то действительно исполнились пророчества о том, что Он возьмет на Себя немощи людей и понесет болезни, и что ранами Его мы будем исцелены, и если это в древности говорилось как о будущем, то сегодня для нас это уже сейчасшний, сегодняшний день, произошедшее 2000 лет тому назад искупление, которое становится достоянием миллионов и миллионов людей постоянно, в каждом поколении, слава Богу, особенно в нашем поколении, очень много обращений, очень много вот этого чуда духовного возрождения, слава Богу. благословляю всех вас во имя Господне, благословляю именем Господнем, именем Иисуса Христа, вот, и что? Благословляю словами благословения священников. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир, во имя Иисуса Христа, аминь. И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Слава Иисусу Христу на веки слава Богу Святому. Аминь. Благословляю всех вас. Да, дякую, дякую, да, всем, кто пишет сейчас эти сообщения, Татьяне, да тоже, благодарность вам тоже и благословение всем вам. Пусть Бог благословит вас во имя Господа Иисуса Христа и со своей стороны еще скажу, что по скриптам так вот, молитесь, пожалуйста, о служении моем, я, не знаю, с каждым годом все больше и больше осознаю вот эту взаимосвязь нашу христианскую, нас верующих, что мы когда молимся друг за друга, в этом есть какое-то таинство, какое-то таинство Божьего Духа, Божьего действия, деяния, вот, и раньше, честно говоря, я этого многого не понимал, недопонимал, будем так говорить, недооценивал, а сейчас вот с каждым годом все больше и больше убеждаюсь в мудрости Слова Божьего и в его, знаете ли, таинстве этого Слова. Таинство действительно совершается, когда мы друг за другом молимся, действительно, это великая сила и в этом Божий и Святой Дух, Его деяние в наших дней, слава Богу. Ну, об этом я говорил тоже с братьями, вот, мы как раз и сейчас общаемся вот в эти дни с церкви и с других церквей тоже братьев, сестер и у нас в Киеве, нашей Киевской архиепископии планирую продолжить служение, вот, будет у нас, получается, вторая половина января, буду проводить занятия, если вы в Киеве или будете, или планируете быть в Киеве, то, пожалуйста, посетите эти занятия, они будут открытыми, публичными, но и также с помощью вот таких эфиров они будут доступны для всех. Пусть Бог благословит всех вас во имя Господне. Божьей милостью, архиепископ Сергей Жрулев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя, Киевская архиепископия. Мир всем вам! Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя,